В понедельник российские военные вошли в Раку. Город на севере Сирии в течение четырех лет был столицей варварского халифата. Увиденное потрясает. На месте некогда цветущего города руины. Целые кварталы в бетонное крошево. Инфраструктура полностью уничтожена. Жителям города остро не хватает продуктов питания, питьевой воды и медикаментов. Таков результат операции по освобождению Раки от игиловцев, проведенной в 2017-м силами американской авиации и курдами. Под ударами с воздуха погибли как минимум 13 тысяч мирных сирийцев. Цифра не окончательная. Разбор завала в Раке продолжается. Находят новые останки погибших от бомбардировок. Операцию по освобождению Раки часто сравнивают с бомбардировками Дрездена в 1945 году британскими и американскими ВВС. Историки до сих пор спорят, действительно ли с военной точки зрения было так необходимо разрушать старейший европейский город и убивать 25 тысяч жителей Дрездена. Такие же вопросы к США по Раке. Для сравнения, российские военные, которые вместе с сирийской армией освобождали Алеппо, смогли найти способ выгнать террористов из города без разрушительных бомбардировок. Ну а сейчас в Раку вошел и наш военкор Евгений Давыдов. Город-призрак ночью. Темные улицы, редкие фигуры, костры на обочинах, чтобы согреться. Свет только если есть генератор. А это уже днем. Вместо жилых кварталов руины. До войны в Раке проживали больше 200 тысяч человек. С пригородами около полумиллиона. Один из крупнейших сирийских городов. Российская колонна впервые проезжает в некогда главный город боевиков запрещенного исламского государства. Баннер на арабском. Рака приветствует вас. На броне Триколор. Наших военных выходит встречать целыми улицами. Сотни человек и неподдельные эмоции. Вот так колонну гуманитарной помощи из России встречают здесь, в Раке. Десятки, сотни человек и неподдельные эмоции. Фактически Рака стала открытым полигоном для военных действий. Большая часть городских кварталов уничтожена. Центральные улицы разминировали, но углубляться в переулки до сих пор опасно. Разрушения в городе тотальные. Вот, например, одна из центральных улиц Аль-Мансур до начала бомбардировок коалиции. Вот после. А это городские кварталы сверху. Бомб и ракет западные освободители не жалели. Жилые кварталы равнялись землей. Разрушения колоссальные, следы боев повсюду. Сгоревшие танки, теперь груда металлолома. Боевики запрещенного исламского государства ушли из Раке два года назад. Но в окрестностях до сих пор продолжают действовать спящие ячейки террористов. Раку и пригороды сегодня контролируют курдские отряды самообороны. Блок постов сирийской армии здесь нет. Те, кто пытаются вернуться в Раку, часто погибают из-за оставленных боевиками снарядов. По официальным данным, только за последний год на минах подорвались 119 человек. Мы просим Россию освободить нас от террористов. Их нужно выгнать отсюда, чтобы они даже больше шагу не могли ступить по нашим дорогам и выйти на Ефрат. Ждем, когда сюда придут правительственные войска, тогда здесь наконец-то будет безопасно. Сегодня здесь остаются те, кому некуда было бежать. Родственники многих живут на подконтрольных сирийскому правительству территориях. Там, где есть работы и можно прокормить семью. Но добраться туда сложно. Мосты через Ефрат уничтожены ударами коалиции. Мы счастливы, что российская армия здесь. Мы ненавидим войну. С вашим приходом она почти закончилась. Первые шаги по восстановлению мира в Раке. Два грузовика с продуктами под завязку. Пакеты расходятся за считанные минуты. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности. Наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия. В ходе сегодняшней акции российские военнослужащие раздали населению Раке несколько тысяч продовольственных пакетов. Наши военные врачи готовы оказать высоко квалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся жителям. Один из лагерей беженцев недалеко от границы с Ливаном, Джибриль из Раке, бежал от боевиков вместе с семьей четыре года назад. Да, нам тяжело, работу найти трудно. Но лучше уж так, чем каждый день бояться умереть. В мой родной город наконец-то пришел мир. Значит, мы скоро вернемся домой. За время войны многие семьи потеряли своих кормильцев. Людям приходится жить буквально за чертой бедности. Те, кто остался без крыши над головой, живут вот в таких палатках. Медицинской помощи здесь не видели годами. Специалисты Центра по примирению враждующих сторон и российские военные медики обещают появляться здесь регулярно. Евгений Давыдов, Ярослав Борисов, Владислав Мирзоян. Свесть недели провинция Рака, Сирия.